Меня зовут Владимир Лещинский, я руководитель компании Digital Cloud Technologies и я имею статус Microsoft Regional Director в Украине. Я приверженец технологий Microsoft, компания оценила это и дала мне такой статус. Я имею доступ к закрытой переписке и еще дополнительно много фишек, может быть, о которых даже нельзя рассказывать. То есть это очень здорово. Но опять же, этот статус я получил уже по результатам деятельности своей. Компания занимается разработкой программного обеспечения. Мы, кстати, партнеры года компании Microsoft 2011 получили такой статус. Мы занимаемся разработкой Windows Phone приложений. Мы сейчас начали интенсивно заниматься разработкой Windows 8 приложений. Вы сегодня видели уже первое наше решение, которое на днях появится в маркетплейсе, связанное с Евро 2012. Мы занимаемся разработкой Azure облачных технологий. Буквально несколько недель назад был лонч в Штатах по запуску SQL Server 2012. Мы подрядом поднимали этот проект в Azure. То есть это такое достаточно серьезное мероприятие. Очень большая нагрузка на него была. Ну, количество людей заходило на портал. Было там порядка 500 ядер в Azure задействовано. То есть очень интересно. Компания молодая, ей всего лишь полтора года. Я достаточно долго провел время не в индустрии. То есть я приблизительно, я был руководителем отдела и тимлидером, и СТО компании. Потом у меня была своя компания. И у меня все эти долгие годы зарождалась идея создать компанию экспертов. Чтобы компания занималась только интересными задачами, самыми новыми. Чтобы практически каждый работал не ради денег, а ради интереса, ради того, чтобы стать экспертом, стать известным. Вот у нас потихоньку получается это делать. На сегодняшний момент у нас уже три MVP. И все три MVP, как бы, в принципе, создал практически я с юзер-группой, с сообществом. Сейчас уже ребята, которые стали MVP, помогают создавать новых MVP. То есть это идеология, которая позволяет через несение знания другим развиваться самому. У нас MVP есть по Silverlight. Silverlight, ну теперь это будет, наверное, называться XAMO или Windows 8 MVP, Сергей Лутай. Это MVP по SQL, Денис Резник. И сейчас, вот после Нового года, у нас появился MVP по облачным технологиям Azure, Александр Фещенко. Я думаю, что у нас появится скоро MVP по Kinect, Kinect SDK. Сейчас проходит тестирование Marketplace, вот новую операционную систему Windows 8, а также обкатка самой операционной системе. Мы, конечно же, участвуем во всех этих программах закрытых. И в связи с тем, что в стране будут проходить Евро, зародилась идея создать некое приложение, которое поможет людям познакомиться более детально с страной, с футболистами. Сразу была идея создать некую карту, которая будет показывать маршруты. Ну, мы посмотрели, что рынок уже перенасыщен такими продуктами. И дальше мы приняли решение создать приложение, которое будет интересно пользоваться. Мы внесли элементы геймификации, то есть наборы очков, прохождение, объединение в команды. Вы теперь, благодаря своему аккаунту в Facebook, можете объединяться с другими людьми, проходить вместе квесты, зарабатывать очки, артефакты. То есть такая некая игра, стилизованная под тематику Евро. Будут побеждать те, кто будут знать лучше всего футболистов, тренеров, судей, стадионы. В ближайшие дни она появится в маркетплейсе и станет доступна всем желающим. До этого момента, ну, я не знаю, можно, наверное, со мной связаться. Ну, это пару дней, и вы сможете ее скачать и пользоваться, и играть. Бесплатно все. Ну, я еще, наверное, не достиг высот. Я считаю, что я сам в начале пути. Могу рассказать, да, немножко. Я начинал, опять же, с обычного программиста, закончил прикладную математику, дальше остался в Харькове учиться в аспирантуре. В это время нашел работу в компании зарубежной и начал работать дотнет-разработчиком. Я, кстати, вначале был джава-разработчиком, но потом, как только появился C-Sharp, он мне понравился и начал работать. Через несколько лет защитился, ну, продолжал работать в университете, преподавать профильные предметы. Это программирование, то есть это помогало мне держать себя в тонусе и развиваться. Дальше карьера начала расти. Значит, я стал тим-лидером, потом руководителем департамента, сменил компанию, стал техническим директором. Это был такой стартап, Most.ua с Селью Кейненштейном. После этого я организовал с партнерами свою компанию. Через год как раз понял, что не совсем то, что хочу, сделал. И вот уже сейчас я пытаюсь построить компанию своей мечты, то есть компанию экспертов, занять нишу. Ну, хочется создать компанию, в которой будет очень интересно работать людям. Люди будут работать не ради денег, а ради интереса, ради инноваций, создания чего-то нового. Я, кстати, планирую, думаю, что мы не только будем заниматься технологией Microsoft. Так сложилось, что сейчас мы занимаемся у нас сколп технологии, это технологией Microsoft. Мне хочется сделать так, чтобы меня окружали эксперты, которые нравятся создавать и, кстати, обучать других. Наверное, одно из требований, которые я предоставляю сотрудникам своим, это то, что они должны развиваться, то, что они должны вести блог, они должны выступать на юзер-группе. У нас есть в Харькове своя юзер-группа профессиональных разработчиков .NET. И если они делают это, то я стимулирую их и зарплатами, помогаю им развиваться. Многие у нас, получив опыт, уходят от работы другие компании, в принципе, многие с нами остаются. Ну, нам очень повезло, мы занялись нужным делом в нужное время. Нужно стараться, не бояться ничего нового и учиться, обучаться. То есть я думаю, что что бы ни происходило, политическая ситуация никак не влияет на нас. Мы развиваемся, растем, все будет хорошо. Редактор субтитров А.Семкин